Все помнят бум строительства, который закончился в Эстонии не так давно. Когда эта сфера деятельности только начинала становиться популярной, то многие шли учиться по этой специальности и в итоге имели хорошую работу и стабильный заработок. Сейчас многие, не только молодежь, задумываются над тем, на кого можно пойти учиться, чтобы в такие тяжелые времена занять высокоплачиваемую должность. Мы решили поинтересоваться у норвитян, какая специальность сейчас наиболее актуальна в Эстонии. В связи с тем, что Эстония высокотехнологичная страна и инфотехнологии в нашей стране развиваются, то я считаю, что инфотехнолог – это самая востребованная профессия на данный момент. В принципе, инфотехнолог и менеджер различный, чтобы вывести страну из кризиса и разработать новую модель управления. Ну, вообще, в идеале, конечно, образование должно быть бесплатным, любое. Но если вы хотите получить качественное образование в сфере коммерции, то есть там управляющий какой-то, предприниматель, то мне кажется, что стоит идти в частные вузы. Потому что они этому научат лучше, чем государственные. Братцы, медсестры. Как вы думаете, на какие сейчас лучше идти, молодежи, на платный или на бесплатный? Ну, конечно, все хотели бы на бесплатный попасть, но, да, надо стараться попасть на бесплатный. В каждой специальности есть несколько мест бесплатных. И есть несколько мест платных. Поэтому везде надо пробовать, я считаю. Что нету такого, что если что-то дешевле, значит, это не нужно. Нет. Почему вы думаете, что на врача надо идти? Ну, потому что врачи всегда нужны. Даже там, если у них работы не будет, они всегда могут делать практику. В принципе, всегда будет хлеб на столе. Ну, я думаю, связано с инфотехнологиями, вот этой мультимедии, вот для молодежи. Вот, я думаю, это самая актуальная такая профессия для... И можно, востребованная, я думаю, можно найти что-то вот по окончании, что-то учебы. Просто в основном многие дети, вот как, например, у меня сын, он в строительстве, по строительству пошел. И, конечно, сейчас перспективы никакой, если только, может, удастся за границей устроиться. Здесь, конечно, и ставки падают при оплате и все это. Я думаю, что с инфотехнологиями, вот что-то вот с этим. А вот если не для молодежи, как бы, вот, если учиться? Вы имеете в виду повышение квалификации? Ну, да. Что такое? Ну, я даже вот не знаю. Вообще, в средний и более средний возраст, конечно, очень тяжело найти профессию. Даже не могу... Ну, как, ну, торговля, ну, опять же, по-моему, сейчас в торговле столько работников, что, как бы... Даже не могу сказать. Вот, в средний возраст очень такой... Трудно найти специальность. Вот я вам говорю, что я закончила в 2006-м, причем, организация розничной торговли, вот, по... Не продавец. Ну, я, конечно, работала максимально. Но такие условия сейчас везде в торговле поставлены, что очень сложно. Наработать. Наработать. Субтитры сделал DimaTorzok